Поездка на форум была разбита на несколько этапов. Первая часть состояла из посещения авиационного кластера на военном аэродроме Кубинка. Здесь, прямо на кромке поля, расположилась самая крупная и самая представительная в стране выставка отечественной летной техники. Изюминкой посещения стало выступление сразу нескольких известных российских пилотажных групп. Например, авиагруппа «Беркуты». Ее участники, единственные в мире, выполняют групповые фигуры высшего пилотажа на тяжелых боевых вертолетах Ми-28. Авиапоказ продолжили легендарные стрижи и русские витязи, показавшие самые зрелищные элементы своих программ, наиболее сложные фигуры высшего и так называемого встречного пилотажа. Затем делегация района переместилась в военно-патриотический парк вооруженных сил России «Патриот». Я хотел бы от имени всех ветеранов, которые здесь принимают участие, поблагодарить главу Одинцовского муниципального района Иванова Андрея Роберта за то, чтобы представлена нам возможность познакомиться вот с этим важным мероприятием, международным форумом «Армия-2015». Бронетанковая техника и спецавтомобили, артиллерийское и ракетное оружие, средства противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения противника. Сложно даже просто перечислить группы вооружений, представленных на площадке военно-патриотического парка «Патриот». Все здесь говорит об одном – русское оружие и русский солдат – по-прежнему лучшие в мире. Если кто-то в этом начал сомневаться, есть чем напомнить. То, что мы увидели на аэродроме, вот эти все полеты демонстрационные, это на всех нас произвело впечатление. И на данный момент трудно дать правильную оценку. Надо все это осмыслить, то, что мы видели. Это мастерство оценить пилоту, наши возможности, техники нашей, которые в авиации имеются на сегодняшний день. Не менее важное впечатление и более глубокое впечатление, может быть, оставила вот эта вот площадка, где собраны все виды вооружения и типы вооружения российской армии. Парку вооруженных сил России «Патриот» предстоит дальнейшее серьезное развитие. Но уже сегодня он известен всему миру. Эта площадка буквально за день стала еще одной знаковой точкой на карте Одинцовского района и всей нашей страны. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.